Иное измерение русской культуры Николай Георгиевич Гарин, Михайловский Подростки Драматический этюд в одном действии Читает Евгений Браздок-Ружковский Большая комната, большой стол Спиной к публике четыре подростка Сгрудившись у стола, чем-то занимаются Один, сидя, рисует, а другие, окружив его, смотрят, нагнувшись Иногда раздается веселый взрыв смеха Пятый подросток, горе, беспокойно ерзая на стул И морще лицо Объясняет торопливым говором Сидящему против него Алексею Явление первое Горе говорит, горячо захлебываясь Нет, видите, Алексей, вот какое у вас Анархистов-коммунистов отношение к остальным партиям Основателем нашей партии является Кропоткин И последующие Жан-Граф, Малатеста-Черкезов, Вульский, Ветров Кроме нас существуют анархисты-индивидуалисты Их глава Макс Штирнер, предшественник Ницше А теперь Макай, отчасти Туккер Ну, это старик Ему 104 года Его каждый день уговаривают не выходить из партии Есть еще анархисты-безначальцы Глава их романов Николай Романов Они начали было издавать свой журнал «Безначалье» Но вышло всего два номера Закрыли Собственно, про анархистов-безначальцев Кропоткин так сказал Они полны революционного жара Но с полным отсутствием революционного смысла За границей нет безначальцев Там анархисты-коллективисты Особенно много их в Испании У нашей фракции Вот какое к ним отношение Я вам приведу пример Бросил анархист-безначальец бомбу В окно ресторана Мы бы не бросили Но и бросившего не обвиним Мы будем рассуждать так Если голодный, которому нечего есть Бросил бомбу в тех, которые вкусные и сладко едят Когда ему, голодному, нечего есть То не виноват бросивший в том Что голод вызвал в нем такое раздражение Что он бросил бомбу А те, которые, кушая сладко, не думают До чего может довести человека голод Ну, собственно, эта фракция Мало дающая себе отчет в своих действиях А в Вильне, такой, бросивший бомбу в кофейню На вопрос, почему он бросил Только и мог крикнуть Да здравствует анархия Алексей Конечно, голодный человек На что только не способен У нас, когда отступали к Муклену Два дня маковой росинки во рту не было Так, кажется, и вырвал бы из рук Глядя, как офицер За оба уха закладывает Есть, не подавится Взрыв смеха Горе срывается с места Смотрит через голову На рисунок и тоже смеется Возвращаясь к Алексею Так вот, Алексей Если вы окончательно решили к нам Анархистам-коммунистам Примкнуть Так я вас сведу сегодня вечером Сегодня, горечка, я не могу Так что швейцар будет в отлучке И должен буду я бессменно находиться На своем месте Иначе в банке внизу никого не останется Ну, тогда в четверг хотите? В четверг могу Тогда как так часам к шести приходите И мы вместе пойдем А далече? В галерной гавани Порядочно Что за порядочно? Ну, можно, если устанете и на конке Устану, горечка Наперед знаю В походах я завсегда уставал Слабенький ведь я Так бывало устанешь, что ляжешь и лежишь Хоть и знаешь, что сзади идут хунхузы И перерезывают отсталых Пусть режут, нет сил Подвалят под груди Дыхание перехватит И уж ни о чем не думаешь Ох, тяжело было, миленький, горечка И сами-то видите В чем душа только держится А тут еще сумка, да Ружье, да Амуниция, да Запас сухарей Пуда три всего Как терпеть? И бросаешь все, что только можно И шинели, и белье, и сухари И плетешься по два дня не евши А как стали из-под сайтадзе Отступать Тут и ружье бросили На тебе, дескать, Куропаткин, ружье А солдата нету тебе больше И не я один Как от Мукдена погнали нас И не стало больше солдату Каропаткина Только ружьи остались Горя нетерпеливо протягивает руку Так значит, в четверг, Алексей? Слушаюсь, горечка Пожимает ему руку Алексей подходит к группе Жмет всем руки Еще раз горе и уходит Явление второе Кранц подходит к горе и гуляет с ним по комнате Ну что, ушел ученик? Горя добродушно и уклончиво Ушел Он, понимаете, ничего себе Только любит постоянно о своей войне рассказывать Вы знаете, он говорит, что из офицеров Которыми солдаты не были довольны Назад почти никто не возвратился Солдаты убивали Во время сражения в спину стреляли Ну так ведь видно же, что стреляли в спину А кто смотреть будет? И пуля все равно насквозь пробьет же Я думаю, ваш ученик врет много Нет, я не заметил этого Да зачем ему врать? Женя продолжает рисовать Нет, Алексей не врун А ты вот что, горе Ты обратил внимание, что Алексей Остается иногда один в банке? Вот где экспроприацию Тебе бы устроить Почему мне? Это предлагай максималистам Степа подлетает, засунув руки в карманы горе Эх, эх, вот как анархисты А вы сами чуждаетесь, что ли, таких дел? Конечно Не ври, Горько Частную экспроприацию наше правое крыло Конечно не признает А банк частная? Эх ты В таком случае и вы, СССРы, тоже Не об СССРах идет речь А знаешь, Женя, та, которая отбирала вчера билеты в театре Оказалась СД-чка, меньшевичка Откуда ты узнал? Я спросил ее Она тебе в морду не дала? За что же в морду? Из-за шпиона тебя не приняла? Нет, конечно А вот сегодня меня чуть не избили За что? Понимаешь, я покупаю русское знамя Вдруг какой-то идиот кричит Вон черносотенец И все побежали за мной Ну и я, конечно, тоже побежал Жаль, что не догнали Отчего же жаль? От того, что такую дрянь читаешь Должен же я знать, о чем пишут мои враги Нет, а вот со мной, господа Чуть не случилась Очень неприятная сегодня история Говорит Степа Иду я с урока латинского языка И вдруг меня хватают два городовых под руки На мое счастье какая-то женщина говорит Не этот, вот тот Но они и бросили меня Побежали дальше Счастье твое, что ты не сопротивлялся Так ведь я и опомниться не успел еще Андрюша Черт возьми А могла бы скверная ведь штука выйти Если тот, за которым гнались Проделал что-нибудь такое За что вешают Теперь бы уже висел Ты говоришь За что вешают А за что теперь не вешают Кранц обнимает Горю Полиция Горе Ну Входит Сережа Горе Какое идиотство так пугать Обращаясь к Кранцу Явление третье Степа Дед Радостно бросается К Сереже Пока Сережа здоровается Степа возбужденно говорит Слушай, Сережа Вот я сегодня удивился В гимназии На прошлой неделе Нам задали сочинение На тему О влиянии литературной критики На общественную мысль Я в своем сочинении указал Что общественные идеалы Являются существенными факторами эволюции А критический анализ Есть один из факторов Общественной идеологии И так как литература Выражение общественной идеологии То следовательно Литературная критика Имеет преобладающее значение Понимаешь? Сегодня учитель Истории Развивает такую мысль Всякое новое движение Общественной мысли Имеет свою Отрицательную предпосылку Критика Предшествовала учению И это самое главное Не важны учения Учения Утопистов Например Фурье И других Сами по себе Но они В высшей степени Важны Как критика Господствовавших Учений Гений Маркса Из этой критики И пришел К своему Материалистическому Учению Но и его И Энгельса Манифест Имеет главнейшее значение Как именно Критика Всего предшествовавшего Ты понимаешь? Я слушал Свои собственные мысли А нам Задана теперь тема Говорит Горя Классовый антагонизм В Египте В период Упадка Степа вскользь Собственно В Египте Была сословно Классовая организация Женя Ты, Горя Расскажи Сереже Как вчера Тебя в Народном университете Обыскивали Собственно Что же рассказывать? Я стоял у столика Анархистов Пристав Похлопал меня По карманам А у меня Как раз Было Расписание Уроков Он вынул Прочел Что такое Это говорит Слюнявка Ученик Четвертого Класса Идиот Почему Слюнявка? Ну Записал Ужасно Поражен Анархистов Кто же пропустил Мы переделали Портреты Меньшевик Это представляет Блок Горько Рот Завяжу Совершенно верно Анархисты Коммунисты Анархисты Индивидуалисты Анархисты Террористы Одна нога Револьвер Опирающийся на бомбу Другая Ружье Опирающийся На кинжал Эта сумка Надпись 50 тысяч рублей Экспроприированных Экспроприированных Конечно Последняя фигура Андрюша СССР Со своим девизом В борьбе Обретешь ты Право свое А из заднего кармана Падает ПНС Партия Народно-социалистическая В этой руке Земля А эта рука Тянется к сумке С 50 тысячами Рублями И подпись Максималисты Все они Как видишь В блоке К шее каждого Прикреплена веревка И перекинута Через два блока Если толкнуть Эту скамейку То все они Повиснут На этих двух блоках Что вероятно И случится В более или менее Близком будущем Степа Ну уж Это сказано Конечно Для украшения стиля Вовсе нет Читал Что повешен Только за принадлежность К партии В глазах Такого суда Мы уже Заслуживаем смерть А попадемся Такому саду В лапы И готово Да Да Дешева Жизнь Человеческая Стала Надо Дешевле Теперь Эти списки Расстрелянных В газетах И не читаешь Да В сущности Не все Левить равно Прожить Двадцать лет Сорок Шестьдесят Что Все в сравнении С вечностью Но все-таки Умирать То страшно Ни капельки Не страшно Да Пока ты Здесь Стоишь А ты Представь себе Что тебя Уже Везут На расстрел Что через Несколько Мгновений Ты уже Умрешь Закрой Глаза И представь Горе Степа Впереди Ты Горе Остановись В середину Тебя Везут Вешают Я Офицер Вперед Стой Я читаю Твой приговор За принадлежность К партии Анархистов Стремящихся К Неспровержению Существующего Порядка Горислав Плеганов Приговаривается К смертной Казни Через Повешение Я имею Право Здесь сказать Последнее Слово Говори Но коротко Иначе Я прикажу Бить в барабаны Кранц Ты садись За рояль И когда я крикну Барабан Колоти Немилосердно Господа Вы меня Убиваете Но что я Я ведь И жить Не начинал Еще Убьете Еще Несколько Тысяч Таких Как я Убьете Потому что Вы неграмотны Потому что Вы не знаете Всемирной Истории Потому что Сила Не во мне И не в них Кого вы убьете А в идее Которую Убить нельзя Потому что Ну хотя бы Потому что У нее шеи нет И повесить ее Нельзя Довольно Барабан Горе радостно Я все равно Уже все сказал Кроме того Что вы Гнусные Жалкие Подлые Наемные Палачи Завяжите Преступнику Глаза И наденьте Петлю Вот эту Бечевку Степа Становись На стол И держи Конец Бечевки Преступник Становись На эту Скамейку Горе Завязывают Глаза И становят На скамейку Когда я Махну Платком Вы толкаете Скамейку Из-под Его ног Горе Быстро Срывает Повязку Отходит Общий Смех И голоса Ага Струсил Еще бы Вы ведь Так и в самом деле Меня повесите А значит Когда в самом деле Начнут вешать Тогда ты Струсишь Что и требовалось Доказать Кран Садится за рояль Ну Теперь Горьку Повесили И будем Петь Вы Жертвою Пали Горе Тоже Поет Отчаянно При этом Фальшиве Так Теперь Будет Вставай Поднимайся Горе Невыносимо Фальшивишь Вовсе Нет Сам Учитель Говорит Что я Подаю Большие Надежды Я Через Год Буду И петь И у Меня Будет Отличный Слух Все Дело В труде В энергии К достижению Намеченной Цели И все Таки У тебя Никогда Не будет Ни слуха Ни голоса Нет Будет Ну Хочешь Пари На что На что Умело Танцевать Пробует Истепа Идиотский Танец Тоже Пробует Танцевать Звонок Торопливо Входит Рабинов И танцует Очень хорошо Ну Мне пора На реферат Уходит Но быстро Возвращается Бледный Полиция Что Явление Четвертое В дверях Появляется Пристав Его помощник Городовые С наведенными Револьверами Два штатских И дворники Пристав Не с места По распоряжению Охранного отделения Нам поручено Произвести В этой квартире Обыск Где хозяйка Квартиры Женя Выступая Вперед С достоинством Ее нет Дома Вы кто Я сын Ее Вы можете Производить Обыски Без нее Пристав Шепчется Со своим Помощником Осматривает С помощником Присутствующих Я прошу Вас всех Господа Оставаться Здесь И ничего Не уничтожать Пока мы Будем Производить Обыск В других Комнатах И не Расходиться Помощник Мой Будет Производить Здесь Обыск А я В других Комнатах Абрамов Семенов Стойте Здесь У двери И вы Указывает На штатского Помощник Производит Обыск Рабинов Что это Значит У нас Есть Что-нибудь Женя Понимает Плечами Несколько Изъятых Теперь Брошюр А что-нибудь Серьезное Есть Оружие Вот Коре Меня Принесло У меня Оружия Нет Говорит Степа Жень У тебя Тоже Нет Степа Как У тебя Нет Горе Сидит На Стуле И Молчит Женя Быстро Говори Что-нибудь Придумаем Тогда Горе Нет У меня Ничего Нет От Других Я Не Могу Живы Давать Никто Этого Тебя Не Требует Но Чего Ты Такой Бледный Испугался Что Я Идиот Что Ли Чтобы Пугаться Кранц Подозрительно Смотрит На Горю Рабинов Слушайте Горе Если Что-нибудь Есть Лучше Скажите Нам Горе Молчит Женя Настаивая Горе Да Говори Ж Явление Пятое Входит Пристав Городовые И понятые У пристава В руках Жестенная Коробка Кому Принадлежит Эта Коробка Молчание Я Прошу И советую Чистосердечно Признаться Иначе Все Будут Мною Арестованы Горе А Что Будет Тому Чья Это Коробка Газеты Читаете Если Это Бомба Вешает Хозяев Бомб Горе Встает Все Равно Это Моя Коробка Что В ней Молчание Можно Бросить Ее На Землю Горе Быстро Нельзя Бомба Горе Вознеможение Опускается На Стол Да Ваша Или Вам Принес Кто Нибудь Молчание Я Должен Вас Предупредить Что Если Вы Не Скажете То Вас Сегодня Могут Уже Повесить Молчание Рабинов Кричит Говори Горе Горе Ты Видишь Ты В Какое Положение Нас Всех Ставишь Молчание Рабинов Господа Да Что Вы Молчите Разве Вы Не Понимаете В Какое Положение Этот Мальчишка Ставит Вас И Себя Женя Тихо С Горячью Рабинову Ты Забываешь Что Ты Здесь Не Хозяин Горе Твердо Пускай Он Кричит Я Все Равно Не Выдам Что Мне Легче Что Легче Если Еще Кто Нибудь Погибнет Легче Потому Что Сохраните Жизнь Горе Широко Раскрывает Глаза И С горечью Скороговоркой Жизнь Сознанием Того Что Я Подлец Он Не Понимает Что Предлагает Мне Худшее Чем Даже Смерть Звонок В Дверь Явление Шестое Быстро Входит Мать Что Здесь Такое Позвольте Узнать Вы Хозяйка Квартиры Да Нам Поручено Произвести Обыск Он Произведен Да И Нашли Вот Эту Бомбу Мать В ужасе Но Этого Быть Не Может Ваш Сын Уже Признался Ты У Тебя Горем Мама Ты знаешь Мои убеждения Ты знаешь Что эта бомба Мне не нужна Но Ты понимаешь Я же Не могу Ничего Сказать Больше Пристав А между тем Это необходимо Иначе Может быть Сегодня Уже Вашему Сыну Грозит Смерть Вы Знаете Что Это Не Слова Мать Медленно Идет К сыну С протянутыми Руками Тихим Бесконечно Ласковым Голосом Сын Мой Дорогой Детятка Мое Обнимает Горю Тот Беспомощно По-детски Уткнувшись Мать Плачет Мать Безумными Глазами Смотрит Перед Собой Пристав Плачет В таком Случа Я должен Арестовать Подходит Горе Мама Будто Просыпаясь Не дам Вы Все Сумасшедшие Я Не дам Своего Сына Пристав Я прошу Вас Опомниться Сопротивление Повлечет И для Вас Мать Дика Хо 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 Я Вас Знать Не Хочу Вон Кончится Тем Что Я Вынужден Буду И вас Арестовать Женя Подходя К Приставу Вы Видите Что Мать Может Сойти С ума Пристав Ну Что Я Могу Здесь Сделать Женя Я Пошлю За Доктором Мне Некогда Ждать Андреев Семенов Придержите Ее Пока Вы Выйдут Сына Два Городовых Подходят И Схватывают Под руки Мать Пристав Теребя За рука В горе Ну Вы Ступайте Скорей Горе Подымается И Идет Женя Догоняя Горю Горя Прощай Целует Его На пути Степа Догоняя Горю Прощай Горя У тебя Остаются Здесь Твои Братья Целует Его Андрюша И Сережа Прощай Горя Скоро Увидимся Целует Его Мать Бьется В руках Городовых Пустите Пустите Помогите Помогите Занавес Напечатано в томе седьмом полного собрания сочинений Николая Георгиевича Гарина Михайловского Петроград Издание товарищества Маркс 1916 Отсутый Кот